Приветствую всех зрителей у себя на канале. Недавно ко мне пришел вот такой интересный USB-тестер от компании FNIRTI, моделька FNB58. Я обсмотрел некоторые обзоры, и люди называют этот прибор лучшим USB-тестером на данный момент. Насколько это так, я осудить не решусь, потому что я его еще не до конца изучил весь его функционал. И в ходе данного видеоролика я не намерен сделать его полный обзор. Но если вам интересен все же полный обзор, то просьба оставить отзывы в комментариях. Я сегодня хочу проверить именно некоторые моменты. В частности, если вы посмотрите на коробку, на циферки, то увидите, что данный прибор является 5,5 разрядным. И мне стало интересно, вот все эти цифры на самом деле будут отображаться правильно, или все-таки это очередной маркетинговый ход со стороны наших товарищей китайцев. Или, если это не так, то посмотреть после запятой, сколько значений будут соответствовать реальным. Благо, у меня имеются высокоточные измерительные приборы. Ну, не буду спорить. Возможно, в приборе имеется очень точный опорный источник, либо программируемый, либо твердотельный. И на самом деле вот эти цифры не взяты с потолка, а соответствуют реальным значениям. По поводу функционала самого прибора. Здесь очень-очень обширный функционал. Он поддерживает практически все протоколы. Может мониторить зарядное устройство на соответствие тем или иным протоколам. Даже измерять пульсации выходного напряжения. То есть здесь есть что-то наподобие осциллографа. И эту функцию мы тоже проверим. Посмотрим, показывает плюс-минус нормальное значение. Или все-таки осциллограф также является маркетинговым ходом. По поводу функционала. Значит, моделька понятна, собственно. Напряжение входное от 4 до 28 вольт. Ток от 0 до 7 ампер. И на самом деле это круто, потому что для большинства подобных тестеров максимальный ток лежит в пределах от 3 до 5 ампер. Максимальная мощность до 120 ватт. Далее емкость в ампер-часах, энергия в ватт-часах, поворотный дисплей и прочее. Ну а теперь давайте вскроем коробочку и посмотрим, как выглядит сам тестер. Так, не очень удобно это сделать. Ну, в целом, по исполнению он, кстати, не дешевый. Если сравнивать с конкурентами даже, этот прибор достаточно дорогой. Стоит оно того или нет, я сейчас не могу сказать. Коробочка классная, как в случае дорогих смартфонов. Все вот в такой губочке. Классно, в общем, сделано. Здесь ничего другого нет. Но помню, что была какая-то инструкция, либо что-то я путаю. Так, его можно подключать к компьютеру, долговременно что-то мониторить. То есть сделан как профессиональный прибор, с помощью которого можно практически все характеристики испытуемых зарядных устройств, там, пауэрбанков, исследовать, составить какие-то отчеты для себя, для каких-то опытов. В общем, круто выглядит. Корпус сделан из алюминия. Все роскошно, ребята. У меня других слов нету. Ну, вот так эта штука выглядит. Ну, изящно сделано просто. Красивый окрас. Разъем Type-C, вход. Разъем Type-C, выход. Micro USB. Есть здесь некий джойстик. Подключается к компьютеру. И единственная кнопочка управления. Ну, и основное управление будет у вас на джойстике. Вот этом. Так, довольно большой дисплей. И, между прочим, этот дисплей высокого разрешения. Я сейчас его подключу. Можете оценить качество. Берем, значит, пауэрбанк, который поддерживает быструю зарядку. И включаем наш прибор. Небольшая заставочка. Кстати, здесь дисплей, как уже сказал, поворотный. И это делается автоматическим образом. Обратите внимание, автоматический поворот. И то же самое так. Значит, здесь первое наше... Так, почему выключилось? Основное, как бы, меню. Здесь мы можем проверить, какие протоколы поддерживает наше зарядное устройство, если нажмем на автоматическое детектирование. Наблюдаем очень-очень хорошего качества дисплей. Я думаю, что вы это заметили. С очень высоким разрешением. Все читаемо практически с любых углов. Есть некоторые там моменты. Но все это можно, как бы, простить. Вот сейчас он все помониторил. И закончен процесс. Обратите внимание, финиш. И здесь все протоколы, которые поддерживают наше зарядное устройство и все напряжения, которые он может выдать. Ну, 12 вольт здесь у меня максимальные. До притоки до полутора ампер. Мы можем выйти из этого режима. И, допустим, здесь вот включить Quick Charge 2.0. Здесь мы можем включить, к примеру, триер определенный. Вот, можем выбрать. Но 20 вольт, к сожалению, наша зарядка не выдаст. Вот, смотрите, здесь у нас на данный момент на выходе 5 вольт мы можем выставить 12 без особых проблем. Так, давайте выйдем из этого режима. Управление очень простое. Всего лишь это джойстик и кнопочка. Так, сейчас мы посмотрим на... Вот это у нас осциллограф. Переключается все джойстиком. На осциллографе, ну, осциллографом назвать это язык не поворачивается. Ну, здесь мы видим напряжение, ток. Цена деления на, значит, на одну клетку по горизонтали. То есть временная развертка. Ну, в данном случае у нас 0,1 секунда на клетку. Ну, в принципе, насколько эти пульсации соответствуют реальным значениям, я не могу сказать. Так, далее следующее меню. Ну, это у нас основное окошко. Здесь отображается напряжение, ток и мощность. Ну, и также температура. Здесь у него имеется внутренний термодатчик. Не перестаю удивляться качеству данного дисплея. Так, следующее меню у нас, следующее окошко. Это у нас более расширенные параметры, включая напряжение на выводах дата. В этой менюшке у нас очень много возможностей, так сказать. Здесь мы можем долговременно мониторить наше зарядное устройство, либо непосредственно нагрузку. Отображается отданная емкость. Время можем использовать, включить триггеры и прочее, и прочее. Итак, теперь проверим правдивость показаний этого прибора, а точнее вольтметра и амперметра, потому что прочие значения прибор будет высчитывать, исходя из двух прошлых. В качестве эталона у нас выступает прибор Fluke 289, у которого погрешность по постоянному напряжению составляет всего лишь 0,025%. А питание мы будем подавать с высокостабильного, малошумящего лабораторного источника питания, ТЭС-41, на данный момент 4,4 Вольта выставлено. Значит, напряжение 4,44. Так, давайте посмотрим, что у нас на USB-тестере. Как видим, несколько последних разрядов у нас пляшут по непонятным, на самом деле, для меня причинам. Возможно, это связано с тем, что я вот такое нищебродское подключение использовал, и лезут здесь всякие наводки. По крайней мере, сам лабораторный источник ТЭС-1 очень малошумящий, и такого быть не должно. То есть проблема не в питании, а, возможно, в каких-то внешних наводках или в самом вот этом приборчике. То есть экранировка у него не лучшим образом реализована, если там речь идет о милливольтах, микровольтах. Но в любом случае, ребята, нужно понимать, что куча знаков после запятой. Мы здесь имеем дело с очень-очень низким напряжением, которое вы не будете принимать во внимание. Так, давайте увеличим это напряжение. Сделаем, допустим, 13,1 вольт. 13,11 тут, 13,11 на высокоточном приборе 289 флюке. Значит, здесь последний разряд показывает пятерку, да, здесь восьмерку. Ну, к показаниям флюка никаких, как бы, вопросов нет. Последний разряд отличается на 3 единицы. И если вот этот прикрыть, в данном случае уравнять шансы, то мы получаем 4 единицы. Отличается младший разряд, что очень-очень высокий показатель. Так, далее увеличиваем еще. Давайте 20 вольт выставим. Здесь тоже сохраняется практически эти вот 4, даже 3 знака. Это последний знак на 3 единицы отличается от показаний флюка. Так, или чуть-чуть больше. Нет, на 6 получается, да? На 6 единиц. Нужно смотреть, это входит в допуск этого прибора или нет. Но, в принципе, все равно очень высокие показатели. Давайте поменьше выставим для ровного счета. Так. 10 вольт. Вот. 10,02. 10,0... Ну, 16 почти, если это считать. 10,016. Так. Еще меньше. Ну, где-то вот ровно 5 вольт. 5,063, 5,069 показывает наш флюк. 3 единицы младшего разряда. Практически во всем диапазоне эта разница сохраняется. Ну, там, вот 26 вольт я выставил. Давайте немножко поменьше подадим. 25,58 и 6. 25,59. Ну, да. Есть разброс в ладших разрядах. Но не очень ощутимый. В целом, если округлить, можно сказать, что вот эти два знака сразу можно выкинуть. Сразу можно выкинуть. Здесь же мы получаем два знака после запятой в данном диапазоне. И в целом, в целом, так, давайте так вот сделаем. Ну, можно сказать, во всех диапазонах спокойно можно при мелких напряжениях 3 знака выкинуть, при больших 2 знака. В принципе, с учетом именно класса прибора другого ожидать не стоило. Потому что если кто-то связан с метрологией, сталкивался с измерительными приборами, то знает, что плюс один разряд, это, если речь идет о хороших приборах, плюс один разряд, это плюс пара-тройка сотен долларов к стоимости прибора. А то и больше в некоторых случаях, все зависит от производителя. Так что с учетом стоимости здесь вполне-вполне приемлемая точность, которая, я уверяю, что будет не хуже, чем у китайских мультиметров среднего ценового сегмента. Проверяем правдивость показания амперметра. Подключаем на сей раз уже к пауэрбанку. В качестве нагрузки у меня переменный резистор. 301 мА. Тут 301 мА. Тут, ребята. Здесь уже очень-очень высокая точность. Вот 407, 408. Здесь 408, здесь. Если бы не эти скачки, можно сказать, что все соответствует вплоть до почти последнего разряда. Ну, до предпоследнего разряда. Давайте при более мелких значениях тока. 870 мА. 800, простите, 87 мА. 87,7 мА. Здесь 88 мА. То есть, вот этот разряд на пару-тройку единиц. Предпоследний разряд отличается. Немножко побольше выставлен. 149 мА здесь. 149 по факту получаем здесь. 149,2 мА. 149,3 мА. То есть, понятно, да, что точность очень высокая. В общем, этот прибор можно смело использовать в качестве амперметра с точностью вплоть до 1 мА. Заслуживает это на самом деле уважение, потому что не каждый USB-тестер может похвастаться такой высокой точностью. Я думаю, что многие ожидали увидеть полный обзор, но в данном видеоролике стояла задача просто проверить его показания. Если, ну, возможно, полный обзор этого прибора будет, если зритель будет им заинтересован. Значит, пришел к выводу, что как высокоточный измерительный прибор, конечно же, он не катит, поскольку последние 2-3 символа сразу можно выкинуть. Но для тех задач, для которых он создан, идеальный вариант. То есть, для проверки характеристик всяких зарядных устройств и так далее, пауэрбанков, идеальный прибор, потому что никто не будет заморачиваться, гнаться за копейками, за милливольтами. Так что здесь однозначно никаких проблем нет. А те знаки, это, думаю, что маркетинговый ход. С уверенностью могу сказать, что на момент конца 2022 года, мониторив немножко рынок, могу сказать, что этот прибор является лучшим в своем классе, так как имеет очень-очень крутой функционал. Все, что вам будет нужно для USB всяких манипуляций, проверок источников питания, тут имеется. Тут имеется Bluetooth, он может мониторить поддерживаемые протоколы источников. Он имеет офигенный дисплей, достаточно широкий диапазон питающих напряжений, может измерять большие токи. Есть какой-никакой осциллограф, который, ну не знаю, насколько он будет полезным, но, по крайней мере, в общих чертах картину нарисовать может. И, учитывая стоимость, этот прибор будет востребован, и я согласен со своими коллегами, прибор действительно может стать народным. Я думаю, уже даже стал. На этом, друзья, у меня все. Не забываем оценить данное видео, подписаться на иные мои ресурсы. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok